Пишите по поводу ситуации в больнице, сколько человек сейчас работает, сколько еще хотелось бы добрать сотрудников медицинских, примерно? В настоящий момент полностью укомплектованы так называемые команды, бригады медицинские для оказания помощи пациентам с подозрением на COVID и с уже подтвержденным COVID-ом. Поэтому как бы в настоящий момент укомплектованы полностью бригады. То есть сколько это сотрудников, то есть все сотрудники, у них вам не надо было? В настоящий момент достаточное количество сотрудников, бригады укомплектованы. А какая полиция? Организованы 4 бригады, в которой согласно требованиям Национальной службы здоровья Украины работают 3 врача в смену, 9 медсестер и 9 младших медицинских сестер. Ну и загрузка у них адекватная, то есть они справляются, этого достаточно? Да, конечно. Они работают 2 смены по 12 часов, поэтому загрузка адекватная, согласно требованиям. Мест хватает пациентам? Да, конечно. Развернутое отделение на 120 коек, 12 из которых реанимационных. С августа месяца по настоящий момент госпитализировано в отделении 1023 пациента, сделанные всем исследования ПЦР-диагностики, также сделаны всем пациентам, поступившим и госпитализированным КТ-диагностикой за счет средств, программы здоровья за счет бюджетных средств. У вас были в больнице вот эти очереди и скорых? Значит, в отношении очередей и скорых могу сказать, что такие, как говорится, задержки происходят по той причине, что ПЦР-диагностика не всегда приходит нам ответы своевременно по причине технических проблем в самой областной вирусологической лаборатории. Поэтому именно по таким техническим причинам не всегда своевременно удается получить ответ, результат ПЦР-диагностики, для того, чтобы дальше принимать решение о переводе пациентов с отрицательным результатом в стационары, другие города, терапевтические отделения, для продолжения лечения их там, либо для уже с 11 сентября, как мы подписали договор с Национальной службой здоровья Украины, для их продолжения лечения уже с положительным результатом в наших условиях. Есть чем лечить? Да, конечно. Мы обеспечены полностью медикаментами. Закуплены медикаменты на 3 миллиона гривен за счет бюджетных средств. Также мы получили деньги от Национальной службы здоровья Украины. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые были закуплены также на 2 миллиона 900 тысяч гривен. Все работают только в средствах индивидуальной защиты. Также приобретен для лечения пациентов, уже подтвержденных с положительным результатом, такой препарат, как Актембра, то есть Сиризумаб, который, согласно протоколам лечения, показан для пациентов таких. Поэтому мы полностью обеспечены всеми медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Скажите, сколько за счет у вас пациентов, и сколько сил вы можете принять? В отделении развернуто на 120 коек. По состоянию на утро было 91 пациент и 6 пациентов в реанимации. Быстро нарастает вот это количество? Можно сказать, скачок пошел? Да, конечно. За последние несколько недель количество госпитализации увеличилось. Сколько приходится на одного врача пациента? Ну, такого понятия, как на одного врача пациентов, в условиях такой работы не существует. А есть такое понятие, как я вам изначально говорила, это работа в команде. Команда-бригада из трех врачей в смену. Поэтому все пациенты осматриваются ежедневно, происходит назначение лечения, и прием пациентов в дальнейший, прием выписка. Вот такая работа. Скажите, мы несколько раз приходили в соцсетях и от волонтеров, и просто от людей. Наверняка, вы что же делили сообщения, что вроде бы не приходили два, по два дня, по три дня к человеку. Насколько, соответственно, действительно? Нет, это не действительно, это совершенно не так. Просто наши пациенты привыкли к тому, что в обычных стационарах терапевтических, терапевтического профиля, неврологических, врачи подходят действительно несколько раз в день, осматривают, уделяют внимание и так далее. Это отделение работает в режиме инфекционной больницы, скажем так, инфекционного отделения. Поэтому здесь невозможно несколько раз в день врачу подойти к каждому пациенту. Один раз в день они осмотрены. Если состояние ухудшается, то врач обязательно подходит и оказывает необходимую помощь, принимает решение о возможном переводе в реанимационное отделение и так далее. Были ли случаи отказа от госпитализации с тем, что переполнены больницы? Ну, если места нету, то, конечно, мы организовываем эту работу, созваниваемся с инфекционной больницы и направляем туда пациентов. Опять же, возвращаясь к тому, что из-за не всегда своевременного получения ПЦР-диагностики, мы не всегда своевременно можем перевести пациентов в другие терапевтические стационары города, для того, чтобы принимать новых пациентов. Удлиняет работу и прием, и выписку пациентов то, что врачи и весь медицинский персонал находятся, как я уже говорила, в средствах индивидуальной защиты. Для того, чтобы одеть и снять, на это требуется время. Это представляет собой костюм, бахилы, маска, респиратор, щиток или очки. Поэтому для того, чтобы врачу, медсестре, санитарке подняться в так называемую красную зону, нужно предварительно одеться, посмотреть пациента, снять этот костюм, для того, чтобы смотреть следующего, опять переодеться. Поэтому это все занимает время.